По данным синоптиков, в этом году снега уже выпало в два раза больше нормы. Городские коммунальные службы, даже работая в двухсменном режиме, не всегда справляются с уборкой и вывозом сугробов. Это заметили жители областного центра. С начала 2020 года волна недовольства горожан захлестнула многие надзорные инстанции. В мэрии говорят, всему виной нехватка техники. Также специалисты разъясняют, кто и где должен расчищать завалы. Земельный участок, на котором находятся элементы благоустройства многоквартирного дома, пешеходные пути, подъезды к дому со стоянками автотранспорта и площадка для жильцов являются территорией, прилегающей к жилому дому, в связи с чем обязанность по содержанию и ремонту относится к управляющей компании. Если это торговая точка, то территорию в радиусе 30 метров должен убирать собственник или арендатор магазина. Все подходы к остановочным павильонам находятся в ведении муниципалитета. За расчистку подходов, ликвидацию наледей и снежных валов ответственность несут администрация округов. Но с момента последнего снегопада прошло уже больше двух дней, а сугробы до сих пор не вывезены. Эту проблему под свой контроль взяли ГИБДД. То есть должна быть производиться полная очистка дороги до бордюра, складирование снега на бордюре запрещено. Вот такие недостатки уже просто по всем дорогам идут. Предписание уже выдано администрации со сроком устранения до 9 суток и составлен протокол. Больше всего нареканий по данным контролирующих органов к администрации Южного округа. За плохую уборку снега на разных улицах областного центра в отношении юридических лиц возбуждены административные дела. Если коммунальщики до конца следующей недели не уберут снежные валы, то их ждет штраф до 250 тысяч рублей. Анонимых Константин Воробьев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok